Спонсор выпуска Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста. Премиум качество. Тренировка груди, которую профессионалы держат в секрете. И да, начинается она с жима на наклонной скамье. Я покажу вам в течение тренировки, как и что мы делаем, и почему профессионалы утаивают это. Итак, поехали. Я всегда начинаю тренировку груди с жима на наклонной скамье. Это самый важный отдел грудных, и я вам советую делать так же. Большинство людей начинает с горизонтальной, так нас учили с детства. И это хорошо для общего атлетизма, для пауэрлифтинга, но у нас-то с вами другая цель. Мы стремимся развить самую невероятную грудь из возможных, чтобы на Олимпии, мать его, победить. Поэтому мы начинаем с наклона. Нижние и средние отделы груди здесь работают вспомогательно. Итак, в разогревочных подходах я не хочу, чтобы вы спешили и делали много повторений. Сделайте пять подходов, по три повторения всего. Таким образом вы доберетесь до своего тяжелого рабочего веса без переутомления. Сделайте пять подходов, по три повторения всего. Сделайте пять подходов, по три повторения всего. Сделайте пять подходов, по три повторения всего. Это будет жим гантели на наклонной, либо же жим в хаммере. Таким образом, чтобы можно было делать каждую сторону поочередно. Десять повторений, три сета. Итак, следующее упражнение для продвинутых. Выполнять его нужно предельно аккуратно и с небольшими весами. Выполняется оно стоя. Упираетесь спиной на наклонную скамью и отводите гантели вот таким вот образом, как я сейчас, за голову и сводите перед собой. Чистая изоляция на ощущениях, на прожимах и снова целевая группа здесь в верхний отдел груди. Ну и под конец самый настоящий олдскул, пулловер в стиле Арнольда. Я всегда делаю упражнения Арни просто потому, что он крут. Итак, три сета, по десять повторений. И на этом все. Расписался на стене славы только что. Спасибо за то, что были с нами. Destination Dallas за то, что приняли нас. Обожай это место. Ну что, ты готова? Пошли. Каждый день новые переводы на канале Спортфаза Перезагрузка. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова